Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинанс и я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Итак, давайте смотреть, что мы имеем сегодня. Итак, вышли запасы нефти вчера и они были просто очень большое увеличение было. То есть рост запасов очень большой, выше всяких каких-то пределов. Но нефть довольно спокойно воспринимает последнее время рост запасов. То есть это, в общем-то, говорит о том, что, собственно, рынок нефти, скорее всего, разворачивается. То есть уже увеличение запасов не обваливает цену на нефть. Пока цена на нефть стабильно держится на тех же уровнях, что и вчера, ничего, собственно, не изменилось. И сегодня такое благодушное настроение на рынке, позитивное настроение. И сегодня рынок опять растет. То есть смотрите, вчера мы говорили о том, что к концу недели могут сложиться условия для завершения этого растущего движения и ухода в какую-то коррекцию. Возможно, временную, но в коррекцию. То есть пока вот эта ситуация остается. То есть у нас на индексе МВБ есть растущий тренд. Сверху у нас есть уровень 1870. Это уровень максимума ноября месяца. И вот у нас получилось, что две границы. То есть сверху граница сопротивления и снизу поддерживающая такая линия тренда. То есть пока сейчас есть такой вариант, что индекс МВБ дотянется до этого уровня сопротивления. То есть дойдет до уровня 1870. Вот сегодня даже 1860 уже есть. И, в общем-то, после этого будет корректироваться и вернется, возможно, в этой коррекции в район 1800. Из-за чего это может быть? Вполне возможно, это будет два фактора. Первый фактор – это перед длинными выходными. Многие предпочтут зафиксироваться. И второе – завтра нонфармы американские. То есть выход, если выйдут сильные данные, то это может увеличить ожидания по увеличению процентных ставок в ближайшей перспективе. То есть это воспримется рынком как негативный фактор. И поэтому это может спровоцировать такую коррекцию, то есть усилить ее. Поэтому вот завтра, во второй половине дня, вот за этой ситуацией наблюдаем. То есть сейчас, пока сегодня настроение хорошее и, в общем-то, завтрашние проблемы пока не касаются. Так, спрашивают, почему длинные выходные в понедельник биржи работают? Ну, там объемы будут минимальные. То есть, собственно, большого количества участников там не будет. То есть ничего интересного происходить не будет. Основные участники – это все равно профессиональные участники. Большинство из них не работает. Торги все равно будут такими, ну, как сказать, ненастоящими. Итак, давайте смотреть по отдельным бумагам. То есть нефть у нас здесь пока стабильная ситуация. Давайте глянем еще на доллар-рубль. Доллар пока не сдает своих позиций. И вот мы видим тоже, здесь линия тренда есть. И, в общем-то, есть такое ощущение, что перепродан доллар. И, соответственно, есть такое ожидание, что в ближайшей перспективе все-таки заход доллара на более высокие уровни может последовать. Поэтому за техническими сигналами наблюдаем. Когда они будут, тогда включаемся в открытие длинных позиций по доллару. Пока рубль находится в районе 73 рубля с копейками. То есть такое вот коррекционное движение с 85, с уровнем 85, в общем-то, выглядит достаточно таким основательным. Дальше. По отдельным бумагам смотрим, что есть тут интересного. ВТБ. Давно не было тут ничего интересного. И, в общем-то, и сейчас нет. Поэтому посмотрели, двигаемся дальше. Газпром. Тоже вот та же самая штука, что и на МВБ. То есть мы вчера тоже говорили о том, что здесь снизу есть линия тренда. Сверху есть уровень 145. И тоже может дотянуться до 145. А потом, скорее всего, пойдет на пробитие вот этой линии тренда. Только там будет два варианта. То есть либо боковик, либо коррекция. Вот. Поэтому такие же ожидания остаются пока. Смотрим на уровень 145. Может, почему и нет, может быть достигнут. То есть новых позиций перед праздниками открывать, честно говоря, не стоит. Лучше не рисковать. ГМК Норникель. Здесь такая идея среднесрочная. Здесь недавно был пробит нисходящая линия тренда. Поэтому здесь длинные позиции сохраняем. Сейчас отрабатывается сопротивление в районе где-то 9200. Пока тут, ну скажем так, все в процессе. Ничего плохого, ничего хорошего. То есть если длинные позиции есть, сохраняем. Лукойл. С Лукойлом та же песня, что и с Газпрома, то что и с индексом МВБ. То есть все точно так же. То есть есть линия тренда. По ней пока смотрим. Пока она не пробита. Длинные позиции сохраняем. Московская биржа. Пока вот этот боковик. В принципе может быть продолжение. То есть можно вот эту бумагу взять на заметку. Скажем, после праздников посмотреть. Если будет пробой уровня 100, то я думаю, что имеет смысл присоединяться. То есть у московской биржи, наверное, будет и дивиденды будут, я думаю, неплохие. Ну так, относительно неплохие. И я думаю, что она будет представлять интерес. И будут в ней покупатели. Поэтому такая бумага из разряда стабильных. То есть она не то, чтобы большой рост показывает. Но зато достаточно устойчиво выглядит в моменты, когда на рынке плохое настроение. Поэтому такая бумага стабильная. И в общем-то в текущей ситуации на рынке такую бумагу иметь неплохо. МТС тоже ждем от нее таких среднесрочных движений. Поэтому здесь набираемся терпения и держим позицию. Что еще? Роснефть. Тут уже тоже есть перекупленность. И тут тоже самая ситуация. Вот линия тренда. Пока линия тренда держится, собственно, пока позиции закрывать не стоит. Но нужно смотреть. То есть вполне возможно в ближайшее время эта перекупленность будет сниматься. И соответственно будет фиксироваться прибыль. Сбербанк тоже самое в такой же ситуации. Есть линия тренда. Линия тренда восходящая. 110 крышечка сверху. Сопротивление тоже очень такое мощное. И вряд ли оно будет пройдено с первого захода. То есть при подходе к 110, наверное, будет смысл зафиксироваться. Ну вот, пожалуй, такое самое интересное. Мечил. Вспомнили про Мечил, да? Где же у нас Мечил? У меня вот даже его, наверное, куда-нибудь я его делала. Ну, с Мечилом, как бы, тут нет смысла анализировать эту ситуацию с точки зрения какого-то технического анализа. Потому что здесь в основном идут движения новостные. То есть выходят какие-то новости относительно помощи Мечилу. Вот тогда Мечил растет, если наоборот какие-то иски к нему, то падает и так далее. То есть такая, ну, как бы, новостные движения их спрогнозировать не получается. У нас нет доступа к этому уровню информации. То, что мы видим сейчас, мы видим, что, в общем-то, вообще с прошлого года целый год уже довольно спокойная ситуация здесь. И идет такое формирование диапазона. Пока этот диапазон не будет разрешен в какую-то сторону, вмешиваться в эти движения смысла не имеет. Поэтому мне кажется, что ничего тут интересного потенциально нет. То есть если только у вас нет какой-то там инсайдерской информации относительно вот этих вещей. Так, магнит спрашивают. С магнитом тоже пока, я думаю, что больше подождать и посмотреть. Потому что здесь ситуация такая, скажем, неопределенная. То есть здесь вот этот диапазончик тоже сложился в районе где-то 10-400 поддержка, 10-800 сопротивления. И вот пока вот в этом диапазоне продолжают движения. То есть пока на магните ничего такого сильно позитивного не происходит. То есть если смотреть на такую более, скажем так, долгосрочную картинку, то, честно говоря, она какого-то оптимизма не вызывает. Здесь вот уже с начала 15-го года идет боковое движение. И в общем-то может быть еще один заход к верхней границе этого диапазона. Вполне может быть. Но пока здесь, скажем так, непонятно, будет этот заход или не будет. Или будет здесь есть еще уровень в районе где-то 11 тысяч. Есть уровень примерно посередине этого диапазона. То есть сейчас к нему вот эта вот ситуация развивается. То есть 11 тысяч, я думаю, что будет достигнут. А вот будет ли выше, ну пока вот сложно сказать. Поэтому я бы не сказала, что в магните что-то определенное интересное происходит. И в этих движениях есть смысл участвовать. Так, что, по вашему мнению, стоит ждать от открытия биржи США? Доллар на новостях должен вырасти. Это вы имеете в виду, когда? Сегодня или завтра? Сегодня? На каких новостях? Что происходит? Завтра, вот я думаю, что может быть рост доллара, возможно, завтра на фармах. А сегодня? На каких, на которых новостях должен быть рост? Еще есть смысл держать СберПФ до 80 или сдавать? Вообще, мне кажется, что Сбербанки оба, это, ну пока вот в нашем случае, это лучшая бумага на рынке. Вот то, что есть самое лучшее. То есть, по сути дела, даже вот мы говорили про такую краткосрочную ситуацию, да, что скоро перед праздниками, возможно, будет какая-то коррекция. То есть, все зависит от того, какой ваш взгляд на ситуацию и на происходящее на рынке, краткосрочный или более долгосрочный. То есть, само краткосрочное движение, если вы его рассматриваете в течение нескольких дней, оно выдыхается, после этого будет коррекция, но после этого, может быть, будет продолжение. Поэтому здесь, в этой связи, нужно уже определяться именно с точки зрения своего взгляда на ситуацию. То есть, если мы смотреть будем просто чисто по технике на вот этот тоже самый СберПФ, то здесь идет восходящий тренд. Пока из этого тренда выхода не было. То есть, не было какого-то угрозы этому тренду. Идет какое-то снижение в пределах, ну, там, скажем, одной или двух торговых сессий. Это совершенно не повод для того, чтобы выходить из позиции. Если вы будете на каждом таком движении выходить, вы, собственно, ничего не дождетесь. Вот. Поэтому текущее движение, оно пока никакой опасности не представляет. И поэтому пока, мне кажется, выхода из этой позиции нет. То есть, поддержать имеет смысл. То есть, здесь пока удержание длинной позиции, как минимум, до завтра. Завтра надо смотреть после обеда, какая будет реакция на рынке. То есть, все может быть и так, и так. Поэтому пока вот на сегодня выхода нет. На завтра надо смотреть. Транснефть. Что значит с транснефтью здесь? То есть, на транснефтью мы видим, что вообще вот долгосрочная ситуация, она абсолютно позитивная. И то, что мы видим сейчас, это идет внутри вот этого восходящего движения, внутреннего идет какая-то такая коррекционная волна. То есть, в долгосрочном таком плане. С начала 2016 года идет здесь разворот и движение вниз. То есть, сейчас, сегодня вообще больше 4% в плюсе. Мы видим, что здесь движение вверх. Так, кстати, тут предлагают в шорт, да? Транснефть в шорт. Бог его знает. Я не могу сказать, что тут в шорт или не в шорт. То есть, здесь идет линия тренда сверху. То есть, она где-то проходит в районе 195 тысяч. То есть, примерно вот сейчас в том месте, где находится цена. Будет цена разворачиваться от этой линии или не будет, я, честно говоря, не знаю. То есть, я пока не вижу здесь каких-то оснований для открытия короткой позиции. Я вообще не понимаю вот этот подход, что шорт надо открывать после того, как цена вырастает. Мне вот эта вот логика совершенно непонятна. То есть, в текущей ситуации возможно, что наоборот, лучше подождать какой-то откат. Откат какой-то в район 187, например, тысяч. И, соответственно, в этом районе уже искать варианты для входа в длинную позицию, может быть. Чем вот тут открывать короткую позицию? Я не понимаю, на чем. То есть, какое здесь основание для шорта, я совершенно не понимаю. Так, золото сейчас посмотрим. ТМК. Не пора ли покупать? Ну, на самом деле, я думаю, что... Давайте смотреть. Тут умерло вообще все. Вот в этом умершем состоянии, возможно, это будет находиться сколько угодно долго. Все зависит от того, сколько у вас терпения. То есть, сейчас пока на рынке нет денег. На такие бумаги, как ТМК, никто не смотрит и денег в них не вкладывает. То есть, мне кажется, что в текущей ситуации на рынке на всякие малоликвидные бумаги вообще не стоит заморачиваться. И в них вкладывать деньги, ну, пока рано. То есть, должно быть хотя бы какое-то основание. То есть, у нас, в общем-то, два. Мы ждем двух событий, и после этого будем уже закладываться в ожидании того, что на рынок будут приходить деньги, и рынок будет расти. Первое основание – это разворот цены на нефть. Он вроде бы как происходит. И к этому есть все больше и больше подтверждений. Теперь нам нужно еще второе условие. То есть, одного условия недостаточно. Второе условие – это снятие санкций. То есть, про снятие санкций чего-то там немножко говорят, но никаких практических шагов, ничего не происходит. То есть, должны быть какие-то, ну, такие реальные данные, говорящие о том, что санкции будут сниматься постепенно или хотя бы начнется этот процесс каким-то образом. Вот только в этом случае, когда будут выполнены эти два условия – нефтесанкции, только в этом случае на российский рынок будут поступать какие-то деньги. Эти деньги будут сначала, в первую очередь, наполнять первый эшелон деньгами. То есть, сначала пойдут деньги в голубые фишки, потом, через какое-то время, они пойдут в компании прибыльные, но более мелкие. И вот пока до ТМК дойдут деньги, это пройдет, я не знаю, сколько времени. Поэтому я не вижу смысла покупать какой-то актив, который лежит, не шевелится и никому не нужен. То есть, если он не нужен никому, то, ну, вот я-то рассуждаю так, что он не нужен и мне. Вот, может, у вас какая-то другая, другой взгляд на вещи, но мне кажется, что пока вот в текущей ситуации на рынке на все неликвидное смотреть вообще не нужно. То есть, сейчас есть, скажем, Сбербанк. Вот в этом Сбербанке можно спокойно сидеть и зарабатывать. Зачем еще что-то придумывать, что не работает? Будет что-то другое, появляться какие-то другие условия, будут меняться, тогда будет меняться взгляд. Вот, пока денег очень мало и денег хватает только на лучшее. Пока не рынок для ТМК. Так, золото, да. В транснефти большая перекупленность даже, ну, и что? В магните перекупленность, я вообще не помню уже с какого момента держится. И ничего страшного, живет в этой перекупленности довольно-таки долго. Так. Газпром обсуждали, да. Обам вчера продлил санкции на год, да. У нас разве рынок в США 500 ликвидных акций, у нас 5, как тут торговать? Не нравится наш рынок, идите на американский, там просто другие цены. Просто имеет смысл, мы наш рынок лучше понимаем, чем американский. И, ну, даже не то, что рынок, а именно такую ситуацию околорыночную. И она совершенно другая. То есть анализ акций у нас и анализ акций там две разные вещи. То есть если вы понимаете разницу, пожалуйста, торгуйте американские акции. Газпром краткосрочно можно шортить от 145 рублей. Ничего такого я не говорила. То есть я говорила, что 145 – это уровень сопротивления. То есть Газпром подойдет к уровню 145. Будем смотреть, что он с этим уровнем будет делать. Если он будет от него разворачиваться, то есть будет видно, что на 145 кто-то фиксирует прибыль. И дальше выше цена идти не может. Тогда, возможно, будут такие идеи. То есть сейчас, пока нет движения, пока не дошли до уровня 145, говорить о том, что от 145 нужно шортить. Я не понимаю, на каких основаниях. Как понять наш рынок? Нефть падает, мы падаем. Нефть растет, мы все равно падаем. Потому что не все так однозначно. Вы хотите все, чтобы у вас была какая-то однозначная схема. Факторов всегда много. На цену влияет целый ряд факторов. Нефть в этом ряде факторов занимает очень важное место. Порядка 60-70%. Но это не 100% в любом случае. Есть другие факторы. И есть текущее движение цены на нефть. И есть будущее ожидание. То есть будущее ожидание движения цены на нефть, они очень позитивные. Здесь нужно учитывать не только само движение, но и ожидание будущих движений. Вот так. То есть оно тоже вносит свой вклад в рыночный фон, в рыночное настроение. А рыночное настроение определяет направление движения. Поэтому не нужно пытаться вот это все упростить. И рынок это достаточно сложная система. Золотом пока ничего нового нет. То есть идет движение такое боковое. И оно пока не разрешается ни в какую сторону. То есть сверху уровень сопротивления 1250. Снизу поддержка 1200. То есть пока нет развития этой ситуации. Будет пробиваться сопротивление. Вот завтра опять-таки вот эти нонфармы. Скорее всего завтра будет какое-то движение по доллару. Доллар либо укрепляться, либо ослабевать. То есть надо посмотреть. И вот это вот завтрашние нонфармы вполне могут дать толчок цене на золото. До завтрашнего дня скорее всего ничего тут не поменяется. И никакой новой информации скорее всего не будет. Так. Что еще? Фьючерс на индекс РТС тоже пока все как вчера. Та же самая ситуация. Здесь ничего не поменялось. Тоже линия тренда вверх. Все по сути дела так же. И вот этот уровень, уровень 80 примерно тысяч, да, уровень 80 тысяч, вот он практически уже тоже достигнут. То есть здесь тоже по сути дело 80 тысяч сопротивления сверху, линия тренда снизу. То есть такая же ситуация, как и на всех, на многих других активах, как на Газпроме, Лукоиле, Роснефти, индексе МВБ. Соответственно на Сбербанке такая же ситуация. То есть ближайшее время рынку нужно будет выбрать. Либо отбиваться от сопротивления, уходить в коррекцию, либо найти в себе силы пробить это сопротивление. Но для этого должна быть какая-то поддерживающая информация. Вот скажем, если там на цене на нефть произойдет пробой уровня вот этого 37, если цена на нефть пойдет в район 40 долларов за баррель, этого вполне может хватить для того, чтобы двинуть рынок на новые уровни и тогда может быть вот этот пробой сопротивления произойти. Если цена на нефть не найдет в себе силы двигаться выше, то тогда пойдет развитие событий по коррекционному плану. Поэтому сейчас понять, что будет дальше, не представляется возможным. Есть два варианта. То есть в какой вариант ситуация войдет, зависит в большей части от того, получится у нефти пробить уровень 37 или не получится. Вот. Ну вот в общем-то так. Давайте на этом будем завершать. Всем спасибо за внимание и до завтра. Спасибо.